о прочих проблемах. Но у вас сегодня очень добрая передача о животных, и я тоже хочу сказать свои слова. Я просто знаю, насколько животные многих спасают от одиночества. Ну а что может быть страшнее одиночества для людей? Ну не говоря о том, что ведь мы знаем собак-спасателей, знаем собак-поводырей, и знаем очень много доброго, что животные приносят в нашу жизнь. Мы порой, да, их жизнь портим, бросаем, не так воспитываем и тем наказываем окружающих. Ну а я сегодня как раз, поскольку о болезнях животных говорить не хочется после вот такой доброй передачи, мы сегодня поговорим по-доброму о врачах. О врачах-труэнтах наш сегодняшний разговор. О врачах, которые, кроме своего профессионального долга, выполняют еще какую-то обязанность. По обязанности ли, по поручению чему-то, по... Сегодня от болезни сердца умирают гораздо чаще, чем еще пять лет назад. Но парадокс в том, что все разговоры о переполненных больницах досужи вымысел, уверяет профессор-кардиолог Давид Асилиани. Наше отделение заполнено едва на две трети. И это при условии, что мы принимаем больных по скорой помощи со всего города. Причина в полном информационном вакууме. Люди боятся операций именно потому, что ничего о них не знают. Да и самим кардиологам в большинстве своем ничего не известно о достижениях в этой области. Необходимо, чтобы выступали квалифицированные профессионалы, которые будут информировать наше население о современных достижениях нашего здравоохранения. И чтобы больные знали, кому обращаться, когда обращаться. Безусловно, проблем хватает. Нет денег, нет медикаментов, нет нужной аппаратуры. Работают с тем, что удалось выбить еще в доперестроечные времена. Получая за свой труд копейки, все-таки оперируют. Наши руководители, к сожалению, забыли, что цель жизни – это не только борьба коммунистов и демократов. Главное – быть счастливым и здоровым. А медицина отнесена в самый хвост сферы обслуживания. Человеческая жизнь у нас в стране ничего не стоит, заключил профессор Асилиани. Мрачное заключение. Но сегодня, наверное, не только кардиологи могут посетовать на нерешаемые проблемы. ...в области медицины. Ишемическая болезнь сердца стоит на первом месте среди причин смертности населения в большинстве стран мира. И поэтому является важнейшей проблемой современной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от ишемической болезни сердца умирают ежегодно 2,5 миллиона человек. А в экономически развитых странах на долю этой болезни приходится около половины смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования последних десятилетий, большой вклад в который внесли советские ученые, развитие хирургических методов лечения ишемической болезни сердца, дали начало принципиально новому подходу к проблеме. Что же это за заболевание? Чем оно характеризуется? Ишемическая болезнь сердца – это заболевание, которое развивается у человека в результате нарушения кровоснабжения мышцы сердца. Нарушение кровоснабжения мышцы сердца развивается в результате атеросклероза коронарных артерий, то есть сужение сосудов сердца. То есть, Давид Георгиевич, получается какая-то такая картина почти парадоксальная, но сердце в нашем представлении такой мощный насос, который снабжает кровью все органы тела человека, а ишемическая болезнь – это, как я понимаю, обескровливание самого сердца? Да, в какой-то степени, да. Это нехватка крови и кислорода в мышце сердца. Мышцы самого? Мышцы самого того органа, который кровоснабжает весь организм. Вы считаете, что это болезнь, ну, в общем, пожилых, скажем так? Было так, но последние 20-летия именно ознаменовалось тем, что омоложение происходит, стенокардия, и для нас уже не редкость и не исключение, когда в отделение попадают больные 30-летнего возраста. По данным медиков, каждый четвертый человек старше 40 лет страдает ишемической болезнью сердца в той или иной степени. Это многие миллионы. Какие же методы лечения могут сегодня предложить врачи? Ну, традиционно существовал медикаментозный метод лечения, то есть это лечение лекарствами, теми, которые способствуют, значит, либо улучшению кровоснабжения сердца, это первая часть, и вторая, это теми лекарствами, которые снижают потребность сердца в кислороде, такие тоже существуют. И я думаю, что у большинства больных с ишемической болезнью сердца эти препараты эффективны. До какого-то, конечно, момента. А этот момент, наверное, наступает тогда, когда наступает критическое снижение кровоснабжения мышц сердца в результате резкого сужения сосудов сердца. Это то, что вызывает инфаркт? Ну, не только инфаркт, это не стенокардия, но уже, вот можно так сказать, не контролируя медикаментозным лечением стенокардия, у большинства больных всё-таки медикаментозное лечение остаётся основным методом лечения. И всех поголовно оперировать, конечно, мы и не пропагандируем, и не надо. В первую очередь надо оперировать больных, ну, если по клиническим признакам. Это больные, которые плохо поддаются лечению медикаментозным. То есть, несмотря на очень массивную активную терапию, у них продолжается приступ остеонокардии, который их инвалидизирует. А если говорить уже по клинико-анатомическим данным, то есть ангиографическим, то это больные с множественными поражениями коронарных артерий. То есть, там, где имеются резкие сужения нескольких коронарных артерий, надо решать в каждом конкретном случае отдельно. Это спорный, ну, не то, что спорный вопрос, а именно индивидуально решается. В отделении острых расстройств коронарного кровообращения Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, работающем на базе 15-й Московской городской клинической больницы, где мы снимали эти кадры, направлению на оперативное лечение предшествует, как правило, детальное обследование. Важно определить момент, когда операция действительно необходима. Не поспешить, но и не опоздать. А сколько вообще таких операций необходимо делать в год? Существует ли такая статистика? Статистика же уже говорит, и то ни для кого не секрет, что американцы, например, считают, что на миллион надо выполнять где-то 800 операций. На миллион? Население, не больные. Всего, у него возраста, так сказать, население. Вот они прямо берут на миллион населения. Вот, но я думаю, что это другая крайность, понимаете. У нас вторая крайность, правда, у нас очень мало операций, к сожалению, пока что. Но я думаю, что где-то оптимально это 450-500 операций на миллион населения, к чему и мы должны стремиться. Ведь именно в нашей стране были проведены первые такие операции. Да, да, безусловно, имена таких наших исследователей, как Колесов и Демихов вошли в мировую историю кардиохирургии, экспериментальной хирургии. Они известны во всем мире и приоритет за ними признан всеми в мире. О хирурге-экспериментаторе Владимире Петровиче Демихове рассказ впереди. А Василий Иванович Колесов впервые в мире выполнил успешную операцию мамара-коронарного анастомуза у больного острым инфарктом миокарда еще в 64-м году. В чем суть операции? При ишемической болезни сердца доступ крови в сердечную мышцу затруднен. А что если пустить кровоток в обход, минуя места сужения? Профессор Колесов предложил соединить внутреннюю грудную артерию с той, которая сужена, ниже места сужения. В этом оригинальность его метода. Существует еще такой. Поверхностная вена бедра берется из ноги самого пациента и создается соустия между аортой и пораженной артерией, обязательно ниже пораженного участка. Тем самым восстанавливается нормальное кровоснабжение мышцы сердца в этом участке. А проблема отторжения инородной ткани, сложнейшей в сегодняшней хирургии, не стоит вовсе. Тысячи людей живут сегодня после этой сложной операции. Я считаю, что я родился второй раз. Потому что я перенес два инфаркта. Один был в 80-м году, 51 год мне было. И второй в 85-м году, в ноябре, 56 лет. И перед вторым инфарктом была очень тяжелая стенокардия. И после инфаркта состояние было примерно такое же. То есть единственный выход был делать операцию. 15 января 86-го года я перенес операцию аорто-коронарного шунтира. А вы? 16 апреля 84-го года. Пепитоз коронарного шунтира. Чувствую себя отлично. Как вы себя чувствовали до операции? Непосредственно в передней. Дмитрий Валицелинова голотал. Сейчас вообще не чувствую. Много-то как? Вот только за раз. Бывало. Сейчас, в настоящее время, работаю водителем. У каждого жизнь была, ну, можно так просто сказать, на волоске. И этот метод лечения, он возвратил нам жизнь. Мы ее ценим сейчас еще больше, чем ценили до этого. А то, что целый ряд людей у нас, страдающих болезнью, еще трудоспособных, становится строй после болезни, так это же большое дело. 15 мая 84-го года. Я праздную, и вся семья моя празднует второй день рождения. Я очень благодарен профессору-работнику Владимиру Семеновичу, который делал мне операцию. Нужно очень доверие к этим людям, которые будут делать операцию. Уверенность в их способности, в их квалификации. Операция. Всегда риск, всегда ответственность. Но у пациентов Владимира Семеновича Работникова, как правило, иного выхода нет. Потребность в операциях при ишемитской болезни сердца по подсчетам Всемирной Организации Здравоохранения составляет 400 операций на миллион населения. Ежегодно. Следовательно, в Москве, если проживает около 9 миллионов, то мы должны делать 400 умноженное на 9. Это где-то около 4000 операций в год. Мы на существующих в Москве базах пока не можем этого делать. Во Всесоюзном научном центре хирургии выполняют тоже около 200 операций в год. Мы делаем около 250. Пока на сегодняшний день не решение. Пока это решение, ну я бы так сказал, сколько укороченных штаников. Хотя бы для того, чтобы удовлетворять в какой-то степени потребности Москвы в этой хирургической помощи. А сколько это клиник вообще способных у нас травить? У нас в России немного клиник способных. Вы знаете, что вот в нашу группу входят в клиники в Таллине, где работает профессор Сулинг в Вильнюсе, профессор Марсен Керричус в Ленинграде. Ну можно еще назвать 3-5 центров, которые занимаются этим видом хирургии. Причин, почему пока еще мало выполняется такого рода операций. Много они психологические с одной стороны, они социальные с другой стороны, но еще больше они экономические, я бы сказал. Все-таки это довольно дорогостоящий вид хирургической помощи. И наше здравоохранение пока к широкому такому внедрению этих операций, будем прямо говорить, пока не готово. Нужно еще затратить определенные усилия, нужна подготовка кадров, нужно создание центров. Это та система мероприятий, которые предусмотрены постановлением ЦК и Совмин СССР о дальнейшем совершенствовании медицинской помощи в нашей стране. Вы знаете, недавно прошел съезд врачей, там, собственно говоря, поднимались вопросы, связанные с экономикой здравоохранения. Хирургия может дать очень много больным, она спасает сотни, тысячи жизней, и она улучшает прогноз для жизни. Она делает больных здоровыми, а главное, счастливыми, полноценными, я бы сказал, тружениками. Коронарная хирургия, кроме хирургического действия, требует еще и милосердия, я бы так сказал бы. И это один из очень важных факторов. Общество должно быть милосердно по отношению к этой огромной массе больных людей. Оно должно проявить больше внимания и направить больше меры социальной защиты для каждого. Ведь странно представляется то, что до сих пор продолжает дискутироваться вопрос, а нужна ли эта хирургия, оправдана ли она и так далее. Создается такое впечатление, что в ряде регионов нашей страны организаторы здравоохранения просто вообще не представляют роли и социального значения кардиохирургии, коронарной хирургии в частности. И мне кажется, что это положение может быть исправлено и должно быть исправлено. И один из аспектов нашей работы – это организация крупного такого центра на базе 15-й больницы. Мы имеем определенную организационную модель. Эта модель должна развиваться. Ее должны увидеть, должны понять и должны использовать. В наших передачах мы не раз рассказывали о Московской городской клинической больнице номер 15, где смены идут на эксперименты, внедряют последние достижения медицинской науки. Новая организационная модель оказания специализированной помощи больным и шимической болезнью сердца характерна прежде всего преемственностью всех стадий лечения. От амбулаторного обследования до послеоперационной реабилитации практически в одном лечебном комплексе. Аналогичное объединение создано Тартовским университетом и больницей скорой помощи Таллина, так что модель уже внедряется. И все же основа для клинической практики – научные исследования. Большой вклад в разработку темы внесли сотрудники Всесоюзного научного центра хирургии Академии медицинских наук страны. Это болезнь века, это, наверное, главный наш убийца, скажем так. При этой операции, вот именно при этой может быть, какова роль анестезиолога? Я скажу так, в общем, анестезиолог призван обеспечить безопасность этой сложной хирургической операции. Ну, как бы, если так образно сравнить, если хирург – командир корабля, то анестезиолог – штурман, который прокладывает путь этому кораблю. И анестезиолог, в общем, я не хочу, так сказать, здесь слишком много подчеркивать, что мы самые главные, но я должен сказать, что мы выполняем, в общем, дирижерские функции, потому что нужно всё свести к единому знаменателю и с тем, чтобы знать о состоянии больного. Поэтому нам эти компьютеры, которые нас окружают, они и дают эту информацию. Кстати, о компьютерах. Вот я вижу, у вас такое очень, ну, может быть, достаточно уникальное оборудование, собрано здесь в центре. Как много клиник сейчас у нас в стране оснащены приблизительно так же? Как много клиник способны выполнять такие же операции, такого же уровня сложности? К сожалению, немного клиник. Ну, это известно, что количество, так сказать, операций, которые мы сегодня должны производить, к сожалению, по целому ряду организационных, так сказать, моментов мы можем сделать больше, но на данный момент мы, допустим, ну, целого ряда почти не готовы это делать. Ну, каких причин? Ну, здесь, с моей точки зрения, многое упирается в отсутствие необходимого оснащения. Здесь нужна аппаратура для искусственного коробращения, которая, к сожалению, в нашей стране пока, отечественных аппаратов у нас нет, только там опытные образцы. Здесь нужно, необходимо, так сказать, закупки, валютные закупки оксигенаторов, которые необходимы. Большая необходимость имеется в необходимом шовном материале, в различных пластических материалах, трубках и так далее, которые, ну, вот мелочи вроде бы, но без этих мелочей мы не можем работать. Я должен сказать, что вот благодаря 20-летнему содружеству с одним из ведущих технических учреждений нашей страны, НИИАП, мы сегодня располагаем именно адекватной, современной аппаратурой для обеспечения безопасности этих операций. То, что сегодня вы видели, и то, что вот уже работает у нас реально каждый день, в каждой операционной, все, что вы сегодня, мы имеем, это действительно передовое, так сказать, слово нашей технической мысли. Но, к сожалению, это сегодня реализовано буквально в нескольких учреждениях. Без современной техники немыслима сегодняшняя коронарная хирургия, но когда-то ее не было. Как же все начиналось? Кстати, на этой съемке один из хирургов спросил, были ли мы у профессора Дойля. И на наше резонное возражение, что героя фантастического романа Беляева в списке лауреатов государственной премии нет, объяснил, что так называли во времена его студенчества, лет 30 назад, хирурга-экспериментатора Владимира Петровича Демихова, и без рассказа о нем наша передача была бы неполной. Мы воспользовались советом. До университета я окончил школу ФЗУ и получил специальность слесаря 5-го разряда. Не первый в мире протез сердца. Я изготовил, собственно, руками. Единственное, что мне потребовалось, это электромотор приобрести. Но он сравнительно недорого стоил. Он еще студент. Я еще студент был, и причем бедный студент. Это когда же было? Да. В 37-м году. Когда я вернулся с фронта, я пробыл. Вначале около 4-х лет на Западном фронте, потом попал в Маньчжурию, там быстро закончилась война победы над японцами. Оттуда я вернулся. И вот тогда я и начал заниматься экспериментами. А вы знаете, что студенты тогда звали вас профессором Дуэлем? Это было давно. Это голова профессора Дуэля. Да. Да, да. Это после того, как я пересадил голову щенка на шею большой собаки. И собака была с двумя головами. Реагировала на окружающее нормально. Даже если ее дразнить, она кусалась, злилась. Так что у нее психика, можно сказать, собачья сохранялась. Вот. Никто, конечно, пересадку головы не собирался людям пересаживать. Пусть со своей живут. Но это принципиально показало, что раз сохраняются все клетки высшей нервности головного мозга, значит, сохраняются, при пересадке могут сохраняться все органы. Вот эти удивительные опыты. Как вам кажется, пригодились ли они кому-то? Пригодились ли они людям? А как же не пригодились, когда сейчас во всех странах, в том числе и, вернее, у нас, и во всех странах, люди живут уже несколько лет или много лет с чужими сердцем, с чужими органами. Очень много возражали против этих операций. Говорили, что это вообще фантастика и так далее, если пересадка органов. Все пошло в практику. Все пошло. Я помню, такой был, я не знаю, жив он сейчас или нет, академик, академия медицинских наук. Он все это называл почкотней. И когда, да, работа... Так это за дело, вот это, какое это его обысказывание? Нет, ну это же оскорбление, оскорбление науки. Не только лично мое оскорбление. Сейчас во всем мире занимается пересадкой органов. Вот книга вот эта вот, видите, вот, она переиздана, переиздана во всех странах мира, в основных странах, вот. И по этим схемам, Владимир Петрович, фактически работают все хирурги. И первый в мире, кто сделал операцию по пересадке сердца, это был южноафриканский хирург Кристиан Бернард. Пересадка сердца человеку, да? Сердца человеку. Он предварительно приезжал к нам, осваивал эту методику у нас в эксперименте, мы ему все показывали. И потом он пересадил сердца человеку. Вы там тогда экспериментировали на животных, да? Да, я экспериментировал на животных, на собаках я заменил сердце первым. А эта вот докторская диссертация, она была издана в книгу. И здесь как раз вот та самая схема коронарного шунтирования, о которой мы фактически сейчас и говорим. А коронарное шунтирование, дело в том, что люди погибают от инфаркта. То есть вы сознательно вышли вот на этот эксперимент? Да, да, конечно. Для того, чтобы найти какой-то путь лечения хирургического... ...инфарктов, предупреждения или лечения инфарктов сердца. И когда вы сделали первую операцию? И, собственно, эту первую операцию... В 52-м году? Я сделал в 52-м году. В 1952 году. Обидный долг порой путь от эксперимента на животных до первой операции на человеке. И от первой операции до внедрения метода в широкую клиническую практику. Путь длиной в жизнь. На этом жил. Это же его, понимаете, была жизнь. Так что, конечно, он был очень увлечен своей работой всю жизнь. Понимаете, в общем, все время. И разрабатывал... Это же столько схем разработано, понимаете, вообще. Да, вот мы тут видим и ту самую схему. У него не было никогда никакого хобби, вот как у людей. Бывают какие-то увлечения помимо работы. У него только работа была. Понимаете, всю жизнь человек просто одержим был своей работой. Но, в принципе, человек, для которого работа, в общем-то, стала и работа, и хобби. Наверное, самый счастливый человек, как Вы думаете? Да я, собственно, не жалуюсь на свою судьбу. Так что... То, что я делал, все это пошло. За разработку и внедрение в клиническую практику методов хирургического лечения и шимической болезни сердца государственная премия СССР 1988 года присуждена Василию Ивановичу Колесову, Владимиру Семеновичу Работникову, Давиду Георгиевичу Иосилиане, Юрию Самуиловичу Петросяну, Армену Артоваздовичу Бунетяну, Ринате Николаевне Лебедевой, Борису Владимировичу Шабалкину, Томасу Андросу Александровичу Сулингу, Альгимантусу Ионасу Миколовичу Марцинкевичусу, Евгению Васильевичу Колесову, Владимиру Петровичу Демихову, Марату Дмитриевичу Князеву посмертно. Так что главное позади. Дальше самое главное. Дальше, правда, не от нас зависящие, но это самое главное. Это надо, чтобы советская медицинская промышленность, наша советская промышленность, начала в достаточном количестве и достаточно высокого качества выпускала медицинскую аппаратуру, которая необходима для развития дальнейшей коронарной хирургии, те одноразовые принадлежности, без которых невозможна коронарная хирургия и дальнейшее развитие и широкое медведение в клиническую практику. В общем, я думаю, вот и самая главная загвоздка. Среди, uh... Продолжение следует...